Суллах, альхамдуллиллах, салату ассаламу аля Расуллиллах, аля али и асхаби, аману аля мава. Остался у нас отдельный самостоятельный раздел из главы Аль-Луката, из главы его находки. Называется Фаслун фиахкамил лакит. Раздел относительно постановлений, которые касаются брошенного ребенка, оставленного ребенка. Говорит шиххамат ик-Нахизам, аль лакит у ваттыфлюль манбуд. Аль лакит, брошенный ребенок, это кто такой? Это аль тыфль аль манбуд, то есть брошенный ребенок. И в арабском языке слово лакит означает манбуд, то есть подобранный. И подобрать брошенного ребенка является коллективной обязанностью всех мусульман. Всех имеется ввиду тех, которые знают о его положении, знают о том, что это какой-то ребенок там-то брошен. И это основывается на словах Всевышнего Аллаха, и помогать друг другу в благочестии и богобоязненности. А также потому, что в этом оживление души человека. То есть если его никто не подберет, то он погибнет. Поэтому это является обязательным, так же как является обязательным накормить его, если он вынужден к еде, то есть умрет с голода. И также если бы он тянул, то его необходимо было бы вытащить из воды. Поэтому, говорит, это является коллективной обязанностью, так что если его оставят, и никто из мусульман его не подберет, то получит грех все те, которые знали о нем и о его положении. Так и были способны его подобрать. Значит, в этом вопросе мы разобрали, какой вопрос, что такое Аллахид, кто такой брошенный ребенок, и каково его постановление. Далее следующий вопрос.